всем привет хорошего настроения еще у меня зацвел один на гибрид гигантейный это фаленопсис джованнико на гигантею вот и когда я его покупала я понимала что будет маленький маленькие цветочки достаточно мелкие и цветение такое своеобразное вот и как-то вот на тот момент мне захотелось почему-то его купить но кстати когда он процвел он меня порадовал гораздо больше чем я от него ожидала потому что цветы не такие уж и маленькие по сравнению с другими гигантейными гибридами цветочек очень аккуратный очень интересный у него такой прям хороший краповый рисуночек яркая такая вот губа и у него очень приятный аромат аромат объяснить не могу на что он похож но какой-то такой восточный цветочный своеобразный аромат он так не присущ нашим цветам каким-то таким всем известным да с чем это можно сравнить такой восточный интересный аромат цветочки вот такие милые интересные и не могу сказать прям что сильно прям мелкие у многих гигантейных гибридов да тоже не до не крупные цветы цветок интересный вот это он дорастил старый цветонос который еще вырос не у меня у предыдущей хозяйки у меня он за зиму нарастил лист хотя вот чем огорчил тем что лист меньше предыдущего в принципе это ожидаемо потому что это было зимний период и пересадка и вот у меня он уже вот такой цветоносик дал с тремя бутончиками тут угадывается по крайней мере три точно цветочка если повезет и удобрения сработают правильно и условия ему понравится и солнышко будет освещение то наверное возможно он даже еще немножко продлит цветоносик потому что сейчас отчетливо видно три надеюсь возможно будет чуть больше он у меня сидит в коре когда полу и когда я его купила он был в к кора плюс мох ну большая часть мха но какой-то с такой непонятная мне посадка я всегда стараюсь пересадить потому что если посадка непонятная для меня до внутри что происходит в горшке ли что находится внутри горшка и тогда получается замешательство с методом и интенсивностью полива я стараюсь перевалить либо пересадить и чтобы я знала точно что у меня в горшке и как я мне его поливать и какие у меня в горшке корни какое их количество какое их состояние мне так проще ухаживать я по крайней мере могу это контролировать вот такие цветочки интересные солнышко вышло сразу все в цвете изменилось вот поэтому я для себя всегда конечно стараюсь купленные вновь растения пересаживать потому что предыдущий хозяин их поливал по-своему сажал по-своему свой уход свое содержание свое освещение своя температура и конечно будет все отличаться и просто так взять и заливать горшок конечно я не сторонник этого потому что для меня очень важно чтобы я знала что внутри горшка они просто цветочек какой-то который я вижу поверху это наверное размер 35 для гигантейных гибридов это такой вот стандарт 35 они бывают гони конечно будут и бывают все намного больше сейчас он вот в таком виде тургор у него сейчас хороший корни новые пока не нарастил вот так как он продлевал всю зиму он медленно но верно наращивал вот этот кусочек цветоноса вот здесь если заметно вот старый кусок и дальше он потихоньку потихоньку старался нарастить вот этот кусочек вот он с этим справился процвел считаю даже очень вполне хорошо процвел я ждала гораздо мел мел мельчие цветы и более такие скромненькие хотя может по сравнению с другими гигантинами гибридами они конечно и скромны за счет одного из родителей джованнике но я ожидала конечно еще более скромные цветочки скажу честно и видела и цветение этого гибрида в интернете там более округлые сипали и питалии да а у меня они такие немножко вытянутые такие менделевидной формы вот не дождалась я раскрытия третьего цветочка уж очень хотелось показать поделиться какой он вот так он выглядит посажен сейчас просто в мох без коры причем мох его же старый чуть-чуть с добавлением по моему нового мхать совсем чуть-чуть а так я из-за того что он новых корней пока не наращивал и растил цветонос не стала ему мог менять оставила его как бы привычный ему мог старалась сделать минимум стресса от этой пересадки вот пока так сидит и еще хотела знаете о чем поговорить по поводу горшка айркон вот этих горшочков до которые внутри с таким вот интересным устроенным дном здесь по бокам идут вырезы и идет углубление внутри горшка тоже с вырезами и за счет этого корневая система быстрее получает кислород быстрее просушивается и не так страшен перелив и вы знаете да да это до некоторого момента я как-то сторонилась этих горшочков они мне были непривычные не то чтобы прямо они мне не нравились они мне были непривычные и вот по воле случая я как бы покупая сейчас из частных коллекций некоторые фаленопсиса получила их как бы по умолчанию в них пришли цветы в этих горшках айркон и мне так понравилось и я смотрю что цветы реально корни реально любит этот горшок и теперь вот по весне на выставке я обязательно себе несколько разных размеров приобрету а вот до этого у меня было такое предвзятое отношение к этому горшку я даже не знаю почему может быть квадратная форма меня смущала вот потому что она напоминает такой короб и все-таки она непривычная вот так что теперь могу сказать с уверенностью что действительно в этом горшке очень хорошо наращивают они корневую поэтому вот сейчас себе тоже такие буду брать в принципе все что я хотел я показала всем спасибо за просмотр хорошего настроения пока пока